Скоро в Одессе новый сезон! По-любому! Билеты на концерт.ua, Укртикет и сайте дизельшоу.ком Ой, вы по поводу двойки вашего сына? Именно. Плохи дела у вашего сыночка. Приходит на занятия совершенно неподготовленный. Вот Димочка Зеленов, он молодец. То на ремонт класса денежки принесет, то путевочки учителям подарит. У него все пятерки. Понятно. Ну что ж вы, Семен Вальдемарович, вы же успешный человек. Вы же победитель проекта «Махач экстрасенсов». Вы должны понимать, что в школу надо приходить подготовленным. А я подготовился. О! Это что? Кукла Вуду. Оп! Что происходит? Сейчас объясню. Что вы делаете? А сейчас мы берем журнал. Берем ручку. Я прошу вас. И пишем моему сыну 12. По всем предметам. На всю четверть. Прекратите, я говорю. Все. А нет, еще Зеленову. Двойки. Двойки. В четверти. В всю четверти. Все! Плохой Зеленов! Плохой Зеленов! Плохой Зеленов! Я это, короче, хочу... Какие люди! Здрасте! А что это за хрень? Помогите! У него кукла Вуду! Неправильно! У меня две куклы Вуду! Перестаньте! Зана, что-то не работает! Чувствую сильное защитное поле! Это защитное поле называется Вудка-спортвейни! Отберите! У него эти куклы! Сама можно сойти! Что вы делаете? Что вы не делаете? Прикол! Перестаньте! Прикол! Ух ты! Что вы прекратите? Слушай, а я хотел вам давно сказать, я вас очень сильно люблю! Ну, вас и водку с портвейном! А-а-а! А я не знал, что вы такое можете! Это вообще-то не я, это кукла Вуду! Да ладно! Кукла у меня выпала сразу, как только вы меня обняли! А-а-а-а! Ха-а-а! А ладно, что-то! Чего-то, что-то! А вот, тяжело, ты с тобой! Прямо в лонжеро! Как так можно было вообще, я не понимаю! Четыре машины во дворе поцарапало, а в пятую просто въехало! Кто тебя парковаться так учил? Я умею парковаться! Да я заметил! Давай, звони своему хахалю, у которого ты на эту машину нас собирала! Пускай он привозит бабки! Я не могу! Мы с ним поссорились, я гордая, я первая звонить не буду! Гордая ты? Да! А где ты бабки возьмешь, ты гордая? Может быть, как-нибудь договоримся? Пум! Как ты со мной договоришься? Мы же взрослые люди! Раздевайся! Чего, прям так сразу? Быстрее раздеваешься, быстрее отработаешь! Давай-давай! Ну? Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Блин, сбился! Раз, два, три, четыре... Опа! Время! Дядь Пальц! Да? А можно это, ну, продолжить? Продлить? Да! Я на еще раз эту машину! Я же почти отмыла! Ну и что? Пены больше! Больше пены, мокрого всего вот этого вот! Давай быстрее работай! У нас там еще целая очередь в километр! Так, три... А долго мне еще? Ну, еще! Тысяч двадцать! Э-э-э! Руки на руле! Вот так! Саня, ты чего? А? Опять фоторобот с ориентировки на тебя похож? Очень смешно! Я потом две недели дома скрывался, пока этого преступника не нашли! Ну, ладно, ну, неудачно я пошутил, извини! Ты же мне за это уже в Вайзеком ногу переехал в расчете! А что это такое? Что? Можно посмотреть? Интересно! Да ладно! Она что, настоящая? Конечно! А где ты ее взял? Ну, как? Сдал тесты, подтянулся сорок раз, вот и выдали! Да ладно, сорок раз? Слушай, Вей! Да шучу я! Спер я ее! Блин! А можно померить? Давай! Так, только селфи со мной будет платное! Да что же они туда одних дрыщей берут или что? Да, это не наша форма! В нашей форме просторно, тело дышит и есть, что куда спрятать! Хотя, ты знаешь, плюс есть! Если жирным капнуть, на черном не видно, это важно! Равняйся, сырно! Отстань! Крыминец! Это что такое? Не могу знать, товарищ полковник! Товарищ полковник! Крыминец! Раз, а пузо, а, извини, вот, пузо не мешало? Так, а там же главная техника, понимаете? Хват пральный! Хват? Никогда не думал! Отлично! Значит, пройдешь за меня на этих выходных переаттестацию? Разве так можно? Да, конечно! Мы же там для них все на одно лицо! Старые и пузатые! Значит так, ты, Петренко! Я! И ты тоже! Ты сдашь кросс и тест на IQ! Хотя нет, отставить! Тест на IQ я и сам сдаю! Товарищ полковник, мы почти! Ну что, вы тупые! Тупые! Вот ты, ты, да и ты тоже! Ну все, отдыхайте пока! Ну что, идем будем учиться подтягиваться? Что-то идем! Побежали! Кому-то кросс сдавать! А? Раз, раз, рез! Давай, давай, давай! Рез, рез! Рез! Молодой человек! Я слышал, у вас делают хорошие песчаные ванны? Нет! А я слышал, они стоят 200 гривен! Просто моей тещи по горло, как нужны такие ванны! Они лечат остеохондроз, гайморит! Ах, да! Вспомнил! Эти же ванны еще лечат сердце! Ага! Вот! И легкие чистят! Ага! Да! Моей тещи как раз, ой, как нужны такие ванны! А что же вы сами-то не сделали? Да дело в том, что я один не справлюсь! Да и... Побаиваюсь я ее! Понимаю! Ну, хорошо, помогу! Только давайте прямо сейчас, пока она спит! Конечно! Несите лопаты! Будем ее! Это что такое? Это для кого яма? Это песчаная ванна! Мы вас лечить будем, мама! Я тебя сейчас так вылечу! Тебя ни одна больница не возьмет! Не волнуйтесь, вы так это! Действительно очень хороший способ лечения! Да? Это очень действенный способ лечения, мама! Ага! Сейчас вы у меня оба выздоровеете! А ну, стоять! Мама, не надо! Ну, ну, да, да, это, ну... К чему это? Глупости вообще! Ну как, зятек? Твой радикулит лечится? Мамуль, дай хотя бы глоток пивка! Что ты, что ты нельзя! При сердечных болезнях алкоголь запрещен! Мы же лечимся! Женщина, я вообще спасатель! Мне еще людей в реке спасать! Да? А тебя я хочешь на дне по горло зарою? Нет, лучше здесь! Мамуль, а сколько нам еще принимать эти песчаные ванны? Недолго, месяца два! А потом лиственные начнутся, грязевые и снеговые! Прости, мужик! Где ты взялся? На троих! Виктория Сергеевна, мне нужно очень серьезно с вами поговорить! Тогда? На вас поступило 15 жалоб, и это только за последнюю неделю! Я вас внимательно слушаю! Вы точно сейчас меня слушаете? 200%! Отзывы! Тогда читайте! Да, вот, да вот же, господи! Виктория Сергеевна, я устал вас защищать! Конечно, я пообещал вашим родителям присмотреть, так сказать, за вами, но у всего же есть предел! Все не так! Да все не так, Виктория Сергеевна! Вот, больной пишет, в четверг, во время медицинского обхода, старшая медсестра Коклюшкина должна была сделать инъекцию успокоительным! Ну? Вместо этого она поставила мне горчичники на все тело и банки на ягодицы! Это как понимать, а? Правильно! Потому что какой-то врач написал в истории болезни непонятно что своей корявой рукой! Я подумал, что у него грипп! Да даже если грипп, зачем банки на ягодицы? Ну, чуть-чуть промахнулась! Вот еще одна жалоба! Ну? Больной пишет, что в ответ на его просьбу показать, где находится туалет, чтобы сдать анализ мочи, вы отвлили его в рентген-кабинет! Так это он уже промахнулся! Я ему показывала направо! Он как раз не промахнулся, он вот прям в яблочко попал! А рентген-аппарат стоил кучу денег! А может это не он? Не он! Вот последний снимок аппарата! Да вот я вам показывал! Да вот же его! Господи! Да что ж такое! А вот жалоба! Медсестра, как Люшкина, сказала, что препаратов в больнице нет! И предложила купить... Что я не могу понять? Щенок? Ой, боже мой! Исю врать! Читать не умеет! Не щенок, а венок! От родных и от близких! Как Люшкина, вы сдурели? Чего сдурела? Люди, между прочим, покупали и благодарили! Это вам лечиться надо! Так, долго вы тут еще будете бла-бла-бла, потому что мне обход делать? Как Люшкина, какой обход? У вас остановка сердца! А, сейчас все поправим? Сейчас я просто втыкнула... Ой, я реально не в ту бутылочку втыкнула! Сейчас, сейчас... Представляете, 300 грамм спирта ему прям в венку накапало! А он-то у нас от алкоголя промывался! Кто больной? Доктор, убейте ее! Сейчас, все будет хорошо! Я вколю вам адреналинтик и все! Я больше пить не буду нигде! Ой, это кровать! Ой, это нога! Сейчас, чуть-чуть! А, сердца! Эй, куда вы больной? Вам нельзя вставать! У вас остановка сердца! Венок забыли! Господи, если б не дочь головы врача, давно бы уволила! Черт твоей бабушке! Так, Люшкина, зачем вам клизма? На троих! Давай-давай-давай-давай! Все, хорош! Здрасте, у меня проблемка! Сейчас скажет, зачем мне третья педаль? Спорим! Да, да не, сейчас скажет, сделайте мне зеркало полный рот! Спорим! Спорим! В общем, у меня проблема! Проблем мы видим, а с машиной что? Подождите! Вы же профессионалы! Вы сами должны видеть проблему! Девушка, таких проблем, как вы, 10 штук в день к нам приезжают! Просто скажите, в чем проблема с машиной? Только тупой и неотесанный мужлан может не заметить проблему! Чух, я неотесанный мужлан, а ты тогда тупой! Ты идиот, что ли? Ты от нее заразился, что ли, воздушным капельным путем? Я тебе сейчас буду... Эй-эй-эй-эй! Вы мне будете помогать или нет? А проблему вы нам сказать можете? Тогда и поможем! Вот! Вот проблема! Видите, моя машинка не подходит к моей сумочке! Пожалуйста, перекрасьте ее в красный цвет! Я буду через полчаса! Э-э-э! По-моему, мы оба проспорили! Проспорили! Ну! За работу! Угу! А! Я не понимаю, вы что еще ничего не делали? Как это ничего не делали? Рома! Прошу! Осторожно! Красочка еще не просохла! Ага! Вы? Вы что? Я же просила машину покрасить, а не сумку! Поверьте, профессионалам гораздо дешевле было покрасить сумку! Вы что, идиоты? Я себе сумку красную купила под красные туфли! Что мне теперь делать? Это мы как-то не предусмотрели! Да! О! У тебя краски осталось еще? Ну, там... Крапалик есть! Хватит! Разувайтесь! Можем, если что, и трусы покрасить! Крапалик есть! Крапалик есть! На троих! Танюшка скворцова, здравствуй! Здравствуй, Надежда Константиновна! Проходи, присаживайся! Ну, рассказывай, как жизнь сложилась твоя после школы? Да что, круто все! Где-то учишься? Не, я уже всему научилась! А, как в школе на троечку! Не, на соточку! А какой институт? Институт жизни! А, медицинский! Это хорошо! Спасать жизни, это почетно! А специализация какая? Ну, специализируюсь в основном на классике! Ага! Значит, терапевт! А сейчас где работаешь? Ну, в основном на вызовы езжу! Ага! Ну, все со скорой начинают! А к нам чего? Так меня к вам и вызвали! А что, кому-то плохо стало, что ли? Ну, наверное, вообще не в моготу, если с такими зарплатами еще и вызывают! Я извиняюсь! Не, не, заходи, заходи, Вить, заходи! Вот, Кварцова, познакомься! Наш учитель физкультуры Виктор Петрович учился на год раньше тебя! Так он же меня и вызвал! Ну, че, физрук, идем знакомиться! Ага! Витя, а что, кому-то плохо стало? Не, Надежда Константиновна! Хорошо! А будет еще лучше! Да? До свидания! Вот кто бы мог подумать! То есть, такой раздолбайки получится такой прекрасный терапевт! На краях! Вы поймите, я не могу этого сделать! Я вас практически не знаю! Господи, вот что мне сделать, чтобы вы разделись и легли? Что? В ресторан вас сводить? Цветы подарить? Стихи прочитать? Поверьте мне, спать на операции – это нормально! Даже на первой! Вообще-то я замуж! Да вообще-то мне пофиг! Знаете, я либо окажусь внутри вас так глубоко, как ни один мужчина до меня, либо вы окажетесь, извините, глубоко под землей! Аппендицит – это не шутки! Ну, можно, чтобы хотя бы мой муж присутствовал! А че только муж? Давайте все, давайте свекровь зовите, маму, подружек не забудьте! Че, пусть они вас пофоткают, вы потом выложите в Инстаграм свой глубокий внутренний мир! Что, издеваетесь? Я? Да вообще-то вы первое начали! Ну, какой муж во время операции? Ну, как же, на родах разрешают, а на операции нет? Господи, да я сейчас сам рожу от ваших предложений! Ну, просто поймите, что мой муж очень ревнивый! Очень! Так, ладно, зовите вашего мужа! Бутербродик! Пирожочек! Да, сосисочка моя! Что, он тебя трогал? Нет! Да вы как одеты? Мы здесь операцию проводим, а не порнуху снимаем! А, так это, это чтобы жена не стеснялась, как бы поддержка, ей же придется раздеваться, а я что, одетый буду? Все, все будет нормально! Давай, ложись! С какой стороны аппетит? Справа! А у баб? Тоже! Ни хрена себе, совпадает! Давай, на левый бочок ложись! Давай, молодец! Вот, 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 вот сюда! А я вот тут вот так вот сзади, чтобы не мешать доктору! Ага! Слушайте, а может я уйду, чтобы вам не мешать? Да ничего, оставайтесь! Нет, ну, вы поймите, что он, правда, очень ревнивый! Ну, либо так, либо вообще никак! Никак! Ладно, оставайтесь! Ага! Только без глупостей! А то один взмах скальпелем, и глупить уже будет нечем! О чем разговор? Я вот на, 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 в безопасном расстоянии! Давайте! Ага! Не мешаю! Все! Все! Класс! 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 Короче, у нас выходит новый альбом, и нам нужна обложка! Красивая обложка, чтобы подчеркивала все достоинства певицы! Понимаешь? Все достоинства! Я правильно поняла, вам нужны фотографии в стиле ню? Ню, си, жо, вот это все нормально, ню? И главное, чтобы мое главное достоинство было видно! Да, точно! Жопа, чтобы на весь экран было! Кстати, лицо можешь не фоткать даже! Я тогда объектив поменяю! Вообще-то я имела в виду свой уникальный голос! Оксана, а как ты собираешься через фото продемонстрировать свой уникальный голос? А я рот пошире открою, как будто я пою вот так! И пусть она мои связки сфотографирует, да? Ладно, давай, таких пару фоток тоже пригодится! Связки вместе с гландами! Ага, хорошо! А, Егор Вигорьевич! Что? А когда мы с вами уже будем песни записывать, а то все по саунам, да по саунам! Оксана! Ё-моё! Песню ты можешь спеть в любой момент! Там всего семь нот! А вот правильное продвижение, поиск клиентов, аудитории, вот что важно! Ты в этом вообще ничего не понимаешь! Вообще! Все, Оксана, все! Классно! Я уже жду, не дождусь, когда я стану суперзвездой! Скажите, а Низ тоже снимать или только вверх? А ну, спой! Сейчас! Ага! Я люблю тебя, а ты любишь меня, мой Сережа! Молодец! Да, Низ тоже снимай! Э-э-э-э, давай, не-не-не-не, перебивайся! А, блин! Да, да! Час, э-э-э, за час трешка! Ага, да, жду! Я когда-то тоже мечтала стать певицей! Ага, класс, класс, класс! Может, вы меня прослушаете? Слушаю, слушаю, да! Э-э-э, ты только не обижайся, да? Ну, с таким маленьким талантом, как у тебя в шоу-бизнесе делать нечего! Только без обид, да? ты вот взращивая в себе этот талант, лучше нарасти. Я дам телефончик хорошего доктора. О, а когда нарастишь, вот тогда звони, и мы уже тогда как поедем по региональным саунам, в смысле, концертным залам. Слышишь? А ты соглашайся, я тоже так начинала. Иди-иди-иди, давай, раздевайся. В общем, простите, простите. Приготовиться к взлету. Что-то с датчиком топлива. Гургинчик, дорогой, в общем, я две канистры слил. Вот твои денежки. В случае, спасибо тебе большое, топливо просто слеза. Мой Ланос на нем летает. Я на светофоре в Мерседесе делаю. Самый быстрый таксист в городе. Потому что от чистого сердца. Вах. В общем, я пошел, а по поводу кресел тогда потом переговорим. Да, не вопрос. Сколько нужно кресел, столько будет. Очень хорошо, очень хорошо. Давай. Борт 713 взлету готов? К какому взлету, Гурген Георгиевич? Вы же все топливо слили. Мы же до Анталии так точно не долетим. Не долетим, так доплывем. Мы из-за вашей бензоколонки в прошлый раз на трассу садились. Я так больше не хочу ехать. Лучше в грозу летать, чем по нашим дорогам. Женя, я тебя хоть раз в жизни подвозил? Да, как тот раз, когда меня стошнило. Это был форс-мажор. Все будет хорошо. Уважаемые пассажиры, это говорит командир корабля, К сожалению, из-за неимоверно нелетных условий Анталия не может нас принять. Вах, какая черная туча! Вах, какая молния! Уважаемые пассажиры, вместо Анталии мы с вами полетим в город Одесса, где точно такое же море, точно такие же цены. Так что давайте все вместе поддержим отечество производителя. Лучше дверь закроют, а нас побьют еще. А вот и они. Хорошего полета всем! До встречи в Одессе! Никого нет? А он мне говорит, я тебя не люблю, Люда! Никогда не любил! Нам надо развестись! Вот козел! Вот, знаете, я как адвокат вашего козла, ну, в смысле истца, считаю, что это предвзятое отношение суда. Но как женщина, я с вами полностью согласна, такой козел, я не могу. И что было дальше, Люда? Дальше? Ага. Я решила попытаться как-то спасти семью. Ушла раньше с работы, побежала на рынок, купила там помидорки, лучок, морковку, борщ решила сделать. Моя девочка. А счастливить хотела мужа. Вот какая умничка, да? Прихожу домой, а он на балконе с соседкой целуется. Ну, я их и сбросила с балкона обоих. Хорошо, что первый этаж. Да за такое с девятого толкать надо. Вот это уже точно. Придят отношения суда. Эй. Ну, так и мое надо, ты, сволочи. А я ж всегда ему тормозочки на работу готовила, обстирывала, обглаживала его. Я ж в любое время голова болит, нет? А он... Моя девочка золотая. Так все, девчонки, все, хватит. Суд удаляется на поплакать. Как ты так вообще мог, скотина, поступить, а? Да я, ну все, вы... Да рот закрыл, как ты вообще посмел нашей подруге Людочке из меня. А? Что вы несете? Ну-ка, что вы несете? Рот, я сказала. Все. Я объявляю приговор. Ну, какой приговор? Что вы такое говорите? Развазусь я с ней. Все. Приговор. Свобода. Приговор. Все решено. Все, имущество отходит в пользу жены. А, забирайте все. А ты, паразит, приговариваешься к магазину. К какому магазину? Что вы... Что вы несете? Да, сейчас ты, сволочь, пойдешь в магазин за шампанским. И мы будем праздновать развод нашей подружки. Да ладно. Скажу за шампанским. Вы мне можно сказать, как сейчас жизнь спасли. Мы бы с ней точно не узились. Все, все, все. Так, все. Суд удаляется, надо прихорошиться, приодеться и в клуб. Я сказала. Все, там найдем мне нормального мужика. Да. Ну, а пока он за шампанским ходит, идем ко мне. Коньячку отнесу. Все, вы там про коньяк, все, вы. Что? Зинь. Где ты? На троих.